Боя нас здесь, гайз. Ядерно-разветный заряд вашей краны. А это значит, что мы вкатились в Еву. Но это не компы, как вы видите. Это Ив Экхоуз. Да-да. Поэтому садимся поудобнее. Забираем ништячки. Да, я уже наскреб себе на Омегу. И делайте громче. Сегодня будет весело. Итак, начнем с главного. Что вообще за игра? Я думаю, многие знают, что такое Ив Онлайн. А это мобильная версия. Но, тем не менее, она далеко не сильно урезана. Все механики. Все барахло осталось примерно прежним. Да, тут вы можете заценить мой фит для ПВЕ. Учебного каракала я тупо выбил. Как ты чувствуешь, Пайлот? Это мой Креодрон. Да-да, отсылочку узнали. Сразу лайк. В общем, что я хочу рассказать в этом видео? Скажем, некий вводный курс по поводу того, что вообще представляет из себя мобильная Ева. Да, это Ева в кармане, мать ее за ногу. И как вообще в это играть? Сейчас мы торчим на станции. Это моя базовая станция. New Caldery Prime. Луна-1. 71 пилот на нашей станции. Да, играю я с эмулятора. Поэтому немножко непривычно шевелить мышью. Да, курсор бегает, но с другой стороны мне как-то поебать. Так. Далеко не бегать. Сделаю здесь так. Вот эта кнопка открывает сразу же оснастку корабля, он же Fit. По местной терминологии здесь у меня валяется всяко-разное барахло. Чё, попробуем. Сначала слетать и его продать. Так. Вываливаем из дока. Я хочу сделать что-то вроде вводного курса. Так. Вот он. Красавец Каракал. 522 метра. Так. Давайте для начала всё-таки попробуем ещё что-нибудь поднаформить. Доска объявлений. Сейчас, кстати, спалю один хитрый хак. У-у-у. Выглядит вкусно. Выглядит вкусно. Попробуем. Они у меня всё равно не выебут. Я на чемодане. Три прыжка, говоришь? Включаем автопилот и пошло всё в баню. автопилот, конечно, штука прикольная, но тем не менее. Попробуем всё-таки посмотреть, как это работает. Потому что есть у меня один старый трюк в запасе. Так называемый кайтинг. Начну с того, что у меня в фите нет дрона. Но у меня четыре ракетных установки. Варп стаб, чтобы в случае чего если меня сетка накроет, успеть съебаться к ближайшей гайке. Варп драйв актив. Угнус, хотел не вышло. Что-то у меня там уведомление. А, поставку я уже забрал. Завтра очков навыков дадут. Потом ещё два раза. Ну, духуй бы с ним. Да, я уже почти двадцать дней захожу в Еву. Игра вышла ну, где-то недельки-две с мелочью назад в релиз и уже три миллиона регистраций. Но, с другой стороны, пока что никто не успел докачаться до седьмого технологического левела, поскольку, допустим, колдарский дрейк, он не на рынке, не в виде чертежей, нигде не присутствует. значит ли это, что со стопроцентной вероятностью я не встречу ни одного дрейка? Хм, пятьдесят на пятьдесят. Ну, как бы хуй класть. И, по состоянию он 30 августа, я не видел ещё ни единого дрейка, да никто не видел. Может быть, где-то в нулях он и есть? Ну, у меня ПВЕ фит. Чемодан, я, правда, не знаю, за каким хером я нацепил, но это на случай, если меня попытаются ганкнуть в 0.4. Как бы ебалось оно уши. Так, это у нас обзорная панелька, то есть, можно выбрать, что именно я хочу видеть. Во флоте у меня никого. Это то, что можно помайнить, это то, где можно поебошить. Так, последний прыжок. И... Тух! Вы прибыли в систему, где находится маяк. Но первый же момент мы нихуя не варпаем. Отмена. А вот теперь выбираем выход в 100 километрах от цели, чтобы этот пидор гарантированно до нас не дотянулся, и сразу же смотрим сколько у нас эффективна дальность. 36,6. Хы. Так. Космическая аномалия. варпа м3а в секунду. Поскольку вчера, то есть 29 августа я играл со своей девушкой и она на кондоре варпала гораздо быстрее меня. Мы летели в нью-калдере, только ей было 21 прыжок, а мне 12. И она добралась быстрее меня, потому что она варпала 5,5а я в секунду, а я всего 3. Так что скорость корабля порой тоже решает. Торакс, алгас и мирмидон. Ёпта так. Сразу же лочим, потому что у каракала лок ебически долгие ориги я не ставил. Ну, в принципе, поскольку это колдыри, то можно будет раздавать с удаления ракетами. Теперь смотрите, как мы делаем. Мы ждем, пока они примерно выстроятся в линию. приближаемся на примерно 35 км. И сразу же безотлагательно начинаем начинать. Пошли ракетки. Так, обзорную можно прикрыть, потому что она сейчас будет только мешаться. Какой нахуй полет по орбите? Вы че укурились? Поэтому быстренько, быстренько, блять, лезем в настройки. потому что я играю с другого устройства. Автовыход выключен. Автоатака следующей цели есть. Так, какой нахуй полет по орбите? Приблизиться на 35 км. И выходим напрямую. Хотя, наверное, сейчас посмотрим в каком порядке они летят. Так, торкс, который я решил изнасиловать, летит последним. поэтому фокус на Алгаса. Алгас-то штурмовый, поэтому трахать мне его придется достаточно долго. Я что-то вот так предсказываю. Так, сбрасываем камеру и главное вовремя развернуться. Да, Алгас вышел первым. То есть, нужно правильно определить, какой из кораблей выскочит первым. И дальше, вот он, 35 км. Каракал резко замедляется и разворачивается. делается это для того, чтобы можно было, так скажем, кайтить. Лупить на таком расстоянии, так, качнем, поскольку фит нестабилен по капе. Надо смотреть, чтобы откачка не работала впустую. херакс, херакс, херакс. Уже пошли грызть броню. А чтобы он не успевал откачивать шилду, можно сделать как? Примерно через равные промежутки времени запускать ракетные установки, чтобы поток огня был непрерывен. так, половину брони я ему уже отгрыз. Так, мермидон 42 километра, торг 47, значит следующим будет мермидон. Поэтому делаем вот так, чтобы выделить его как следующую цель. От алгаса я тем временем нормально так удираю. Я ему отгрыз практически всю броню и уже пошел косить корпус. Видно, что алгасу достаточно больно. Ну, с другой стороны, кого ебит чужое горе? только кто-то ко мне подкрался и все-таки до меня дотянулся. Так, можно вырубить откачку. Щиты все равно меня нормально так держат. Дайте-ка на всякий случай посмотрю, нет ли какого-то другого корабля рядом со мной. А, нет никого. Вот сказочно. Алгас лег. Так, теперь тот же трюк проделаем с Мермидоном. 35 километров и веселое сношение. Что это у нас вообще такое? Мермидон. По-моему, какой-то фрегат. Дышь, дышь, дышь. Только кто-то до меня все еще дотягивается, блядь. Вот как раз таки Мермидон до меня и дотягивается своими рельсотронами. И вот так вот по одному, не спеша, будем уродов выманивать. Мермидон это вроде то ли фрик, то ли эсминец. Голенский при чем. Так. Имикус. Тристан. Маулус. Атрон. Навитос. Каталист. Нет, дайте-ка я наверное не буду в бою этим заниматься. Потом найду что такое Мермидон. У меня от него немного таки влетает. Хотя с другой стороны что мне мешает загуглиться что делал с мобильника. что что это за ой блять у меня уже половина накопителя высосано. Это я прошляпил включение откачки. Мой косяк. Что это вообще за шип? батлкруйзер галенский. Галенский. Поэтому то что я в принципе нормально его вывожу на обычном крузаке. Так федерация галенто. Это сука батлкруйзер. так. Ну и дальше уже будет торакс. С тораксом я справлюсь наверное быстрее. Так. Чем же у меня гасит там мать твою. Вот он собака линейный крейсер. Он вообще дроновоз. Он вообще по идее дроновоз. Мермидон. У него хорошие такие бафы к дронам. Ну и он полег. Значит теперь разборка в бронксе с участием меня и торакса. Надо кое-что посмотреть. Обломки линейного крейсера. Потом заберу. Главное что меня сейчас никто не пухал. Поэтому карабаблик. Так. аааа. Ты глянь. 121 километр. Что для меня это значит? Это значит то, что я смогу достаточно далеко выскользнуть. я смогу достаточно далеко вернее как немножко не ту хуйню сморозил. они выскочат достаточно далеко от меня они выскочат где-то достаточно близко к точке достаточно 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 слово достаточно блять так вот они выскочат близко к этой точке и это означает что они выскочат где-то километрах в ста от меня ну а что в этом такого спросите вы Да то, что я смогу их точно так же откайтить, вообще не напрягаясь по урону и так далее и тому подобное, я спокойно, не спеша, особо не отгребая, разобрал Мермидона, вернее как сначала Алгаса, потом Мермидона и вот теперь неспешно так потрахивал Торакса, я ему снес уже почти две трети брони, то есть меня как бы это вообще не волновало. Веселая херачила его, ни капли кроме. Дейзика я еще покопаюсь в стычках, может быть что-нибудь новое появится. Ёб твою мать! Сука, да это же круто! Детские образовательные материалы. Я их ухо, ёп. А так в основном я фармил либо голенские стычки, то есть отмечены знаком Федерации Галенты. 150 штук. Опа! Контракт на закупку не хуйня. И вот так. Только прыгать пиздец далеко, ну ладно. Тораксу пиздец! Сейчас погодите, вылезет вторая пачка, вот тогда-то и будем думать. Тыц! Так. Опять Алгос, Мермидон и Торакс. Но здесь мы хотя бы помним порядок действий. Приближаемся. Попутно смотрим, вдруг пролетим мимо обломков. А мы, я так чувствую, пролетим мимо обломков. Можем пролететь мимо обломков. Алгос у нас будет главной мишенью. Ой, блять. Зря я это нажал. Так. Бррррр. О, да, блять, по тормозам ударил. Приближаемся к Алгосу, да. Как-то не странно, но Торакс в этот раз оказался несколько быстрее Мермидона, как и должно быть. Потому что Торакс это просто крейсер, а Мермидон это уже здоровый линейный крейсер. То есть нечто среднее между линкрейсером и линкором. Ну и опять-таки, главное, чтобы в таких миссиях не было колдарских шипов. Потому что вот эта вот фишка с кайтингом, она просто летит в трубу. И вроде ты разъебываешь, а вроде бы разъебывают тебя. Упс, 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 упс. Немножко изнасилований вам в ленту. А где, собственно, Каракал? Что-то я его там не вижу. Каракал, по идее, должен идти прямо на Алгоса. Вон он. А, вон и обломки. И вот Каракал. Алгос, конечно, красивая машина. Ну, блин. Мне всё равно придётся его распихать немножко. Так. Седьмой левел. Штурмовой Алгос. Хранитель Торакс и Мермидон. Ебать, я в замес ввязался, однако, сам того не ведая и не желая. Ну, загруз стороны, кого это когда-либо ебало? Тыц. И раз. Тыц. И раз. Тыц. И раз. То есть у меня получилось примерно по 90 градусов циклы. То есть... Дело не столько в ДПС, сколько в непрерывности огня. И я могу спокойно снашать его сколько мне заблагорассудится. Тыц. Тыц. То есть где-то каждые 4-5 секунд в него влетает ракета. Это, блять, круто. Так. Следующий у нас на очереди по-любому Торакс. Так. Теперь чуть поподробнее про фит. Вампирочек на случай. Если кто-то подлетит слишком близко... То есть можно будет поживиться капой за счет него и врубить откачку. Ну, ракетница это понятно. Откачка. Стабилизатор варпа. Причем... Минус 1 к генератору и бонус к эффективности еще минус 1 при активации. То есть, грубо говоря, маленьким варп-поддавителем меня уже не взять. А средний я спокойно танкую и смогу таки съебаться. Но речь сейчас немножко не об этом. Дальше чемодан. На случай критической ситуации. Если вдруг меня решат изъебать конкретно. Он увеличивает резисты в 8 раз. Так, сейчас алгас ляжет. Скажем, сколько я с этой миски заработаю. И мне так же интересно... Удастся ли мне... Не нарваться на третью волну. Типа, есть ли она? Ебучий тапок длиной в полкилометра. А учитывая примерное соотношение сторон... То есть, где-то один к трёх. То и в высоту эта штука более сотни метров. Прикиньте, такой караёблик, а? Это ж какая махина. Да и весь он должен на него... Ебей, что-то мне подсказывает. О, пошли попадания. Разворот. Немножко гейская тактика. Но с другой стороны, я практически не огребаю. Так. Только плюхи летят. Так, раз змеюка отделяется, два змеюка отделяется. Ну просто можно чуть ли не в наглую сидеть в форуме читать. В локале, тем не менее, 80 рыл. Поэтому, в принципе, соваться в аномальке я тут не рекомендую. Потому что я однажды так вёз барахло в житу. На продажу. И решил... Да и по дороге аномальку пофармлю. Пофармил, блядь, на свою голову. Лишился фита. Слава богу, корабль был учебный. А то пляшился и корабля. Учебные корабли отличаются чуть меньшими статами, чем обычные. Но их можно застраховать. Так, тем временем, тораксу уже дерьмово. Идём на разворот. Мне всё равно сейчас Мермидона косить. В него всё равно влетают ракеты. 26. Бум! Ещё сотня тонн. Та-а-ак. О, ещё одни обломки. Ну, собираем. Посмотрим, чё, кстати, выпало. Пока, как говорится, на Мермидона хуй забьём. Ну, этот петух, видимо, решил срезать, поскольку расстояние таки уменьшается. Но кто сказал, что у меня это когда-либо ебало? Десять километров. Опа! МК-7 медиум. Забрать. Снова идём к Мермидону навстречу. Я очень надеюсь, что не будет третьей волны. Можно его, в принципе, сейчас будет заорбиталить немножко. Если вдруг начнёт уж сильно больно выёбываться. Так, тридцать один километр. Кстати, я до сих пор от него не огребаю. Он на рельсотронах, видимо. Обломки корабля. Это круто. Смотрите-ка, я его по орбиталю на 34 км. У, он схотел, не вышло. Так, шилду я ему почти спилил. Чё, как думаете, будет третья волна? Не будет. Так, дрон Мермидон. Пизда тебе, Мермидонище ебаная. С другой стороны, когда ты на Т-5 кораблике сношаешь корабли Т-7. Причём, это уже шестой корабль к ряду. И особо ты не огребаешь. Вот она. Вот она сила ракет. Многие, кстати говоря, когда фитуют каракал, ставят не обычные МК-5 медиум ракетные установки, а скорострельные. То есть вот, к примеру, медиум ракетные установки у неё чуть выше урон в секунду, но при этом гораздо меньше скорострельность. И дальность поражения у неё выше. Но фича не в этом. Фича в том, то что... Каракал и ракет. В этой штуке ещё должна быть дальность обстрела. То есть 34-36 километров. Это то расстояние, где тебя, в принципе, достать тяжеловато. Зато ты достаёшь почти кого угодно. Если только ты не закусился с другим каракалом, который нормально так вкачан. Но опять-таки, если, грубо говоря, я только-только получил каракал и не успел его выучить, я сел на него. И дальность у меня будет 25-27 км. А здесь прилетаю весь такой я, у которого дальность 36. И я даже на ПВЕ-фите могу отсношать аналогичный корабль абсолютно не глядя. Потому что я знаю его сильные и слабые стороны. Это хуёвый накопитель. Вот откровенно хуёвый. Поэтому это просто кайт-машина. Ну и вот, получается. Я ему уже половину корпуса снёс, а он мне даже не попал ни разу. Про щиты и броню я вообще молчу. Особенно учитывая, что галинские шипы как-то к щитам не особо относятся. С щитами танкуют только к алдере и корабли на их основе. Я к чему всю эту тираду выдал? Да к тому, что мало купить нормальный корабль, мало обвесить его грамотно. Нужно ещё учить скиллы. Но учитывая некоторые моменты... Когда скилл будет учиться 10 ёбаных дней, блядь. Тух. Третья волна. Сразу всех влог. Так, Мермидон, Инкурсус, Целестис, Алгас. Стопоримся сразу же. И ждём, кто будет подлетать первым. По-моему, Алгас всё-таки первый. Да, Алгас разогнался, но там ещё и Целестис. Работаем, братва. Ну, почти получилось. Так, там ни хера не видно. Алгас и Целестис примерно на равном расстоянии. Чуть дальше Инкурсус. И потом опять Мермидон. Конечно, неплохо бы вместо чемодана было ткнуть МВД. Но это мы, наверное, вопрос решим ригами. Равно как и с капой. Потому что капы мне просто не в рот ебаться как не хватает. Хотя... Кого я обманываю? Я откачку щита. С такой тактикой включаю. Хер знает, как редко. Вот если стабилизатор вороп ядра, это уже немножко другое дело. А так... Ну, блять. Так, пока что ни я, ни они не дотягиваюсь. Но Алгас, видимо, был неверным вариантом. Поэтому переносим огонь на Целестиса. Он на 6 километров ближе. Вот теперь порядок верный. Целестия Салгас, Инкурсус, Мермидон. Ёбаный ты гандон. Так, немножко займоположение поудобнее. Эх, так. 40 километров. Вот она, грань реальности. В меня еще до сих пор никто из этой волны не попал. Охуеть не встать. О, полетели плюхи. Разворот. 33 километра. Главное, чтобы мне сейчас в жопу не начали настукивать. А, это обломки Мермидона. Ладно, потом я поскребу. Все равно мне их тут сношать толпой. Наблюдаем. Так, 31 километр. Этот скот меня догоняет. Интересно, с какой скоростью он идет. Блин, а ведь красивая тачка, а? Единственное, что не симметрично. Ну, блядь, вы херон еще не видели, у которого двигатель сзади и справа. 30 километров. Достанет, не достанет. Пока и не достает вроде. Ты куда, блядь, развернулся, а, собака? А, нет, понял свою ошибку. Ну, проблема в том, что щиты я ему уже давным-давно спилил. И, в принципе, не даю особо их откачивать. С другой стороны, галенты это не те шипы, которые будут откачивать щиты. Это же не калдыри, в конце концов. Калдыри всегда танкуют от щита. Так, сейчас еще и броня отъедет. И мы увидим возгорание Целестиса. Да, многие, конечно, те, кто не в теме, что такое Ева, в принципе, упрекают ее за то, что, мол, бои не динамичные, хуй, ё-моё. Ну, да пятое, десятое, да кого-то должно ебать на самом-то деле. Просто потому, что... Да, мы тут уже 40 минут гамимся. Проходим одну стычку. Я что-то как-то раньше и не замечал, то, что... Бои бывают настолько длинные, но... Блин. Всякое может быть. Всякое может быть. Нет, у меня уже почти два ляма скопилось, нихуяся. Тук. Звук такой, как будто кто-то из дробовика хуярит. Еще чуть-чуть и кораблик сделает бум. Пау. Повторяем номер. Благо, подлетать гораздо ближе. Игроков нету, поэтому, в принципе, все тихо. В принципе, драпать можем... Ну, только туда, откуда прилетели. Единственное, что поражать варпстап и съебаться. Все, что мы, в принципе, сможем сделать грамотно. О! Инквизиторы. Ну, блядь, всего первый уровень. Да и изнасиловать могут. Был уже случай. Самый оптимальный вариант, как по мне, если вы не хотите прям совсем заморачиваться с безопасностью, это фармить инквизиторки в 0.5. Потому что как раз баланс выхлопа и безопасности. 0.5-то уже считается хаями, но тем не менее... Конкорда там не так много, но он есть. Пошла пилиться броня. Я, честно говоря, уже как-то на зевоту наводит. В этом видео я вообще что хотел сделать. Я хотел показать фармстычек. Как правильно кайтить. Как правильно варпать под выход. Я думаю, это видео будет полезно новичкам. Тем, кто только-только научился. Но у каждого, конечно, свои варианты. Кто-то, например, влетает в самую гущу. Разъебывает, как скот. Пока ему не начнут корпус ломать. Потом отлетает. Чинится, грубо говоря. Установка ремонта брони. Откачка щита. На омар, к примеру, такая приколюха. Потому что омары танкуют броней. Он прилетел по-быстрому. Накидал, как следует, лазерами. Ему насыпали. Он отлетел. Ну, не сильно. Броню откачал. Щиты вернул на место. Ну, или там щит совсем слабый. Можно и забить. И снова в бой. То есть можно и вот так. Насрал, удрал. Я предпочитаю вот так. Тихо, мирный шурша. Крыша ездит не спеша. И еще один бабах. Так, теперь мы работаем с инкурсусом. Это что у нас такое? Похоже на какой-то штурмовой фрегат. Так, это на Витос. Ага. Штраф к радиусу сигнатуры. Расход энергии. Этот рельсотронник. И танкует он по-любому броней. А еще у него дырка в взрывном уроне. Хы. Дважды хы. Наверное, просто потому, что... Как бы вам так сказать-то помягче. Ракеты хуярят в основном термальным и взрывным уроном. Соответственно... На нахуй. На нахуй. На нахуй. Но поскольку это фрик, проблема вся в том, что... Фрик. Кораблик-то маленький. Фрегат в смысле. А у меня стоит медиум ракетной установки, поэтому нихуйский такой дебаф. Вы помните, что в Мермидоно влетало по 200 с одной ракеты, а здесь я с трех ракет такой же дамаг выдаю? Течет ли в чем связь? Да. То есть, если хуярить большими ракетами по фрегатам, у вас не будет оверкилов. О, ебать, я его с одной плюхи вынес, да я бы. Хуй. У вас будет нихуйский такой штрафчик к дамагу. Вот, 75. Блядь. Хотя у меня медиум ракеты, и в принципе, вы сами видели. Я ничего не менял. Поскольку я технически не мог ничего поменять. Я в космосе болтаюсь, ебаный в рот. Тем временем, мы ему уже попилили к хуям броню. Ну, он, кстати, ее ремонтирует, поскольку я говорил, что у него повышенная эффективность установок ремонта брони. Мы только что с вами это смотрели. Пока они там сношаются, Мермидон ебать отстал. А пока они там сношаются, я покажу вам один интересный кораблик, который у меня уже есть. Прототип Шанье. У него нет техноуровня, почему-то. Этот играет на малых редукторах, и у него повышенная устойчивость в варпе. Ну и опять же, дырка в Муроне. А еще есть вот такая вот штука. Линейный крейсер Канья. Средние редукторы. Чем-то напоминает нож для нарезки овощей. Крещеный с авианосцем. Блядь. 497 метров. Ну, он, как по мне, охуянен. Тем временем мы уже отсношали все, что могли, исключая того Мермидона. Поэтому пошел бы он нахуй. Мы летим забирать обломки. Сейчас примерно оценим, в какой стороне обломки, а в какой стороне Мермидон. А, примерно поровну. Поэтому нормас. Мы его сейчас просто заберем, оторбиталим как следует. И можем возвращаться на базу с миллионом зеленых в кармане. Ну, или какие они там, я не знаю. Потому что вот. Я уже получил 360 тысяч. Просто низкуище. Побаттлить летал. Угнус хотел, не вышло. Давайте-ка я, кстати, гляну в инвентарь, сколько эта штука может стоить. 35 штук? Чего, блядь? Да вы охуели. А в Житомире за сколько ее можно продать? А в Житомире ее нету. Хуй нахуй. Да и хуй весь. Сейчас посмотрим, что в том Мермидоне болталось. Проблемка вся в том, что, как бы вам так сказать-то помягче. Вот. Мермидон-то рядом с обломками. Поэтому, возможно, мне придется от него потерпеть. Но, блин, 155 километров я в любом случае защищен. Потому что они физически не успеют до меня дотянуться. Как говорится, пошел ты нахуй от всего русского хип-хопа. Как в том батле. Ладно. Хуй с ним. Так, 59. Мы все еще ждем. Это у нас третья волна. Ой, блядь. Сейчас у меня уже башня начинает подгуживать с этой хуйни. Как-то вот так сделаем. Потом контейнеры заберу. 35 километров орбита. И пошел бы ты куда поглубже, дядя. Потому что я тебя сейчас отсношаю так, что родная мама не узнает. Он по мне не достает, а я его вполне себе сейчас буду доставать. О, пошел урон влетать. Видите, почти три сотни с ракеты. А было сколько? Ну, где-то 80. Вот что значит дебаф к урону по маленьким кораблям. А, она дырки в резистах как-то прошибает. О, еще 300 штук. Ну, круто же, а? А, она дырки в резистах. я ему же половину брони скосил до пошло в жопу че это был за звук 52 минуты ёбаный потрёпанный ну с другой стороны я показал все возможные варианты в стычках то есть как правильно их скажем отрабатывать что как куда и так далее вот эту есть дрыц тыц и так далее 22 километра у меня все еще не достает 21 20 км и не достает на 19 не достал ебать он краткорукий конечно 17 не достал но если достанет мне будет пиздец как больно я так чувствую 14 не достает саныча ты рисковый парень однако 11 не дотягивается сейчас хуяк меня в сетку будет больно хотя с другой стороны кого ебло чужое горе потому что я уже догрыз до корпуса сейчас наверное даже добью сейчас хуяк загружаю информацию о задании о попадает на шести блядских километрах он начал попадать а я такой чпок о 742 с половиной тысячи ну как 750 ну семь с половиной тысяч налог корпорации это кстати мало это всего 1 процент налога и это сука охуенно теперь смотрим что нам там приготовил линейный крейсер и будем на этом вращаться потому что видос я невъебенно затянул честно скажу ну-ка обломки кораблика ум принципе оставаться здесь мне нет никакого смысла поэтому я наверное полечу дальше спасибо всем кто смотрел подписывайтесь ставьте пальцы вверх ждите следующих видосов смотрите другие мои видосы до скорого